В эфире «Момент истины» в студии Андрея Караулов. Как живут сегодня оборонные заводы? Великие оборонные заводы России, интереснейшая вещь. Будет сегодня разговор. Как живут сейчас на самом деле те оборонные заводы, которые государство, забирая их участников, у не справившихся с заводами владельцев, держит сегодня в своих руках? Многие наши зрители ужаснутся, я уверен, когда услышат сегодня доклад Клинтона, например, президента Америки, о том, как Соединенные Штаты на самом деле в 90-е годы ограбили нашу страну. Сколько американцы Ельцину обещали дать денег для России, чтобы именно Егор Гайдар стал премьер-министром в 92-м. Еще раз интереснейший будет сегодня разговор. Знаменитое «Мотовилихо» – оборонное предприятие. С этого завода мы начинаем сегодняшний разговор. Предприятие, которое находится в Перми, при советской власти там работало более 12 тысяч человек. На сегодняшний день 7600. То есть предприятие вполне успешное? Да, предприятие вполне успешное. Это градообразующие предприятия. Выстояли в 90-е? Выстояли в 90-е благодаря и менеджменту, и предыдущему директору. Предприятие приватизировано было в начале 90-х и куплено у предыдущих собственников в 2000-м году. Частный капитал управлял более 12 лет. Оборонный заказ и Министерство обороны составляет от 20 до 40%. До 40%? В общем объеме в ручке, да. Это секретная продукция, секретная часть? Она известна только определенному узкому кругу лиц, то есть нам как производителям, и то только части именно конструкторам, разработчикам и соответственно тем, кто ее производит. Как все-таки оборонные заводы? Наивный такой вопрос, но я его задам. Как все-таки наши танки, пушки и даже подводные лодки могли разойтись по частным рукам в 90-е? Через официальный контракт и продажи в третьи страны. Как это практикуется чаще всего? Вот эта продажа в третьи страны, мы фактически продали в третьи страны, бывает же такое оказывается. Наши оборонные заводы, запустив иностранцев в Совет директоров крупнейших оборонных предприятий России в 90-е годы, мы их разрушили. То есть иностранные представители в Совете директоров, раз все частное стало, погубили эти заводы. 262 оборонных предприятия младореформаторы пустили под нож. 262. Путин вернул на сегодняшний день 187. Многие заводы, как Абуховский в Петербурге, где антей-алмаз сегодня прибыль. Антей-алмаза только на одном Абуховском заводе, который был взят государством в свои руки за две недели до банкротства. Там руины уже были за две недели. По этому году только прибыль составит 12 миллиардов. Прошлый год 2 миллиарда. Какой скачок вернулось государству на оборонные заводы? Мы гнали дикое количество танков, очень хороших. За Урал, да? Там же поля забиты. Если там ничего здесь сделать, из них не утилизировать ничего. Танки, как металлолом, занимают целые поля, уходящие за горизонт. Эти танки не подлежат переплавке, потому что в сталь добавлена специальная была добавка. Танковая, она не переглавляется. А почему так получилось-то? Был такой синдром 1941 года у наших маршалов. Они лейтенантами в 1941-м лежали, на них шли танки, а наших не было. И это на всю жизнь. Вот этот синдром 1941 года, к сожалению, сыграл дурную шутку. Был еще один синдром. Берия в свое время убедил Сталина, об этом никто не говорит. Иосиф Селёнович, нам нужны дублирующие оборонные заводы. Разбомбили один завод. Там же за Уралом авиация, где хочет, достанет вражеское. А у нас другой есть, тоже танки производят. Так было с ракетами, танками, всей бронетехникой. Дублирующие предприятия. Каждому надо работать, выпускать продукцию. Вот и наштамповали эти танки. Я прекрасно помню книгу «Государство и вооружение». Автор Егор Гайдар. Где черным по белу было написано, что основным врагом демократических преобразований, я цитирую эту книгу, это 1994 год, основным врагом демократических преобразований является ВПК. Поэтому без разрушения ВПК, там написано, мы не решим проблему свободы в России. Это была целенаправленная государственная политика. Это была колоссальная оборонная промышленность. Если бы мы 20% от того, что мы тратили на производство избыточной рядовой техники, потратили бы на неукры, мы бы и делали потрясающий рывок. Ну вот посмотрите, каких успехов достигла наша оборонка на самом деле. С чем столкнулся Путин, возглавив ФСБ страны? Он еще не был привьером. Вот, скажем, проданы два авианесущих крейсера Минска-Новороссийск. Проданы в Пусан, проданы на Гвозди. Американцы продают по цене более дорогой черный металл вторичный. Чем мы корабли. Чем мы эти корабли. Был ликвидационный акт, что на кораблях, кроме черного металла, совершенно ничего нет. Они пустые. Там был молоденький таможенник. Его роль сводилась к тому, что он должен был печать поставить и расписаться. Но молодой человек оказался дотошный. Как ему удалось забраться на один из этих кораблей? Это многоэтажный дом, махина. Он таки забрался. Его еще и пускать не хотели? На дно и спало, под рогожкой. Он увидел нечто, что заставило его немедленно позвонить в контрразведку. На авианосцах Минска и Новороссийска военная контрразведка во главе с контрадмиралом Угрюмовым установила, что все вооружение, абсолютно все, не снято с авианосцов, как следовало из документов, а наоборот складировано на палубах. На многих приборах заводская смазка, то есть их специально доставили на эти корабли. В том числе здесь находятся радиолокационные станции для обнаружения цели. Новейшее вооружение, идущее под грифом, совершенно секретно. Автоматизированная система средств противолодочной и противовоздушной обороны гриф, совершенно секретно. Навигационные комплексы и сотни единиц секретной военной техники общей стоимостью не менее двух с половиной миллиардов долларов. Корабли, напомню, продавались в «Пусан» по цене металлолома. Это чудовищное предательство, потому что ликвидационная ведомость, которую мне Герман Алексеевич передал в свое время, утверждаю командующий флотом «Хмельнов» и все руководители подразделений, что мы осмотрели Новороссийск, а также и по Минску, находятся в состоянии пусто. Вот такой сюжет у нас был в «Моменте истины» несколько лет назад. Никого не наказали за это предательство. И такие преступления – это измена Родине, на самом деле, измена Родине. Они не имеют срока давности, но никого не наказали за эту контрабанду оружия. Да, все правильно. Мы заплатили совершенно несоразмерную цену за переход от централизованного планирования к рыночной экономике. То есть то, что сделали Гайдар и Чубайс, на самом деле любой дурак мог вот так сломать-то все. Для этого не надо было быть экономистом. Нет, ты что? Когда говорят в адрес Гайдара недалеко ума люди, нет, это далеко продвинутые люди. И выстраивали перед собой цель не реформировать, а развалить напрочь экономику страны, чтобы она вообще никогда на ноги не встала. Они распродали за бесценок ведущие бюджетно-образующие предприятия страны, металлургические комбинаты. Не градообразующие, а бюджетно-образующие заботы государства. Вот объясните мне, Александр Владимирович, вслед за военными кораблями танкеры нефти уходят в тот же Пусан по цене, мы документы сейчас покажем, по цене 1 доллар за корабль. Да я видел эти документы. Межведомственная комиссия. 1 доллар, господа, я ничего, увы, ничего не преувеличиваю. 1 доллар за корабль. Замешаны в этом деле ФСБ, МВД и так далее. Что значит замешаны? Непосредственно прикрывали, куда они кнись, в орбитажный суд приходит. Сотрудник ФСБ представляется, это наш коммерсант, все под контролем и так далее, и так далее. То есть не трогайте. Мы подаем иски, пароход куплен незаконно, пароход отчужден незаконно. В пользу иностранных компаний, то есть в офшорных. Суд выносит решение от имени Российской Федерации признать собственникам иностранной компании на основании купли-продажи 1 доллара. Цена 1 доллар. Сколько же так кораблей продали за 1 доллар? Ну, тысячи полторы. Я просто хочу наглядно факт. Вот Дубрава. 1 доллар США. Что за судно? Лошади не носилось 7600. Длина 142 метра. Ширина 22 метра. Это судно-рефрижиатор, это холодильник. Договор продажи. Россия получила сумму в 1 доллар США. Когда наступает вседозволенность, вот тут все быстро перекрашиваются в тот цвет, который удобнее. И красный, и зеленый, и синий. Еще раз. Прямо здесь и сейчас. 1 доллар уходит лучше нефтеналивные танкеры в Пусат. Андрей Викторович. Все молчат. Вседозволенность, которая была названа демократией. Демократией, это, прежде всего, высочайшая степень ответственности. Вседозволенность. Понимаете, демократизация привела к мунханалии. И под сурдинку всеобщего ликования народ просто стал растаскивать страну. Разваливать экономику. Опять-таки, это видели все. А где же все были? Как же можно потерять страну промышленность и не увидеть это? Ведь каждый из заводов, это не только директор, который понимает, что происходит, да? Но это еще и многотысячный коллектив. Понимаете, контроль за обществом, это не только директора. Это еще и состояние милиции, состояние безопасности. Что такое концепция свободного рынка, которую предлагал Егор Тимур? Отпуск цен означает уничтожение государственного сектора. Потому что он не может конкурировать. Но для этого они навязали Ельцину в Гайдаре. Американцы? Конечно. Вы это признаете? Это был один из главных факторов. Потрясающее признание, по-моему, Гавриила Попова, бывшего мэра Москвы. Но это далеко не все, о чем мы хотим рассказать вам сегодня.